...вольного захиста та подвищения вильной публичной безопасности в местах Хайкера на 2018-2022 годы. Значит, Топчева, Людмила Александровна, ты только что доповедал все питание на заседание постельной комиссии, поэтому нема сенсу доповедать еще раз, кто не был, тот не был, поэтому, пожалуйста, микрофон. Коллеги, добрый день. Я, во-первых, хочу поблагодарить разработчиков проекта решения, а у него авторов, за то, что вы, наконец-то, не занялись этим вопросом. К сожалению, не занялись этим вопросом. Надо было им заниматься не столько раньше, в декабре, может быть, максимум гербореям, и наши фракции, и фракции об этом говорили, к сожалению, достаточно поздно. Но, в любом случае, лучше поздно, чем никогда. Я хочу обратиться к политическим силам, которые присутствуют тут сегодня в нашем зале, депутатам. В ближайшую неделю нам нужно быть едиными, потому что снаряды, пули, они не выбирают, кого убивают. Они не выбирают, убивают реально здоровье, как Украины, или симпатикой России, или просто людей, которых нет как такового зица. Они убивают всех. И давайте немного, все-таки, в ближайшую максимум неделю, дней 10, будем едиными. Будем едины в том, что хоть ковчанам, украинцам нужна безопасность, нам нужно свое государство. И давайте критика будет конструктивная, и мы не будем, скажем так, добавлять эмоций в так непростую ситуацию. Я хочу обратиться к Игорю Александровичу. Игорь Александрович, вопрос укрытия. Укрытие, которое у нас в дедуле есть, де-факто, вот я сегодня с утра уходил, специально проявился своего дома. На карте укрытие есть. По факту, ни указателей, ни дабличек, нет ничего. Я вас очень сильно прошу, в экстренном порядке, давайте все вместе, депутатами, помощниками, создадим какой-то рабочий орган, и мы с населением город Харьков на какие-то сектора, скажем так, я отработаю вопрос, где реально есть укрытия, где их нет. Потому что ко мне лично, как депутатам, многие каковчаны обращаются, какие укрытия, как-то запопасть. И они, к сожалению, позиция как-то не соответствует реальности. Многих укрытий по факту нет. Я очень вас призываю к этому, чтобы мы за неделю этот вопрос отработали, и мы поняли, куда Харьковчаны в экстренной ситуации идти и укрываться. Далее хочу предложить, в городе Киева реализован этот вопрос. Открытие пунктов приема добровольцев территориального оборудования в городском совете. Можно ли это сделать? Посадить представителей нашей бригады территориального оборудования, для того, чтобы они на месте, в центре города набирали добровольцев и укомплектовывали нашу бригаду территориального оборудования. Это сейчас очень важно. Мы должны быть готовы к худшему сценарию. Мы видим, как ситуация накаляется. Она накаляется и не нами, но мы можем стать участниками этой истории, и у нас могут напасть. И у нас не будет такого выхода, как защищаться. Слава Богу! Слава Богу!